Сотрудники ОМОНа и СОБРа станут военнослужащими. Об этом на заседании коллегии Росгвардии, которое проходит уже несколько дней, завершится сегодня, сообщил директор службы Виктор Золотов. Особые части будут сформированы уже в начале будущего года. Также участники собрания отдельно отметили, что в этом году удалось добиться тесного сотрудничества с другими правоохранительными структурами. В частности, были созданы все условия для безопасного проведения третьих Всемирных военных игр в Сочи и Кубка Конфедерации по футболу. За столь непродолжительный период Росгвардия стала весьма заметным участником подготовки и практической реализации серьезных государственных решений во многих сферах ее жизнедеятельности. По окончании заседания, но в эти минуты еще продолжается, Виктор Золотов вручит 8 государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Чего стоит героизм правоохранителям, можно только предполагать. Но все участники торжественной церемонии говорят, что отвага должна сопровождаться правильным расчетом и подготовкой. Учениям служащие посвящают немало времени. На одной из тренировок побывала Дарья Масолова. Потуже затянуть каску, проверить все крепления. Еще бы, прыжок без парашюта, это даже звучит страшно. Для спецназа, конечно, нет задач невыполнимых, но и крыльев за спинами этих ребят не видно. Перед тем, как подняться на борт, они тренируются на земле. Чтобы посадка получилась мягкой, нужно размять колени, голеностоп и отработать все движения до автоматизма. Товарищ солдат, если вы правы будете толкаться, у вас может быть грязь быть, понимаете? И в момент толчка ваша нога поедет в сторону. И вы можете, вместо того, чтобы прыгнуть как можно дальше, просто брякнете с вертолета. И вот в небе появляется Ми-8. По легенде учений, пилот не знает, где находится группа. Бойцы подают сигнал в виде дымовой завесы. Как только борт приземлился, первыми для выполнения условной боевой задачи выдвигаются солдаты-срочники. Это их первый опыт. Не надо тормозить, товарищи солдаты, не надо тормозить. Отормозит тяжелая ноша. Шутка ли, экипировка 20 килограммов. Автомат Калашникова, бронежилет, каска. Набирать высоту вертолету не нужно. Лишь немного оторваться от земли. В этом весь фокус. Прыжок с предельно низкого расстояния. Наступление штурмовой группы должно быть молниеносным. Беспарашютное десантирование. Одно из самых эффективных, говорят военные. Но в то же время самых сложных и опасных. Дело в том, что вертолет зависает буквально на уровне 2 метра от земли. Выше нельзя, иначе спецназовцы получат серьезные травмы. И в этом случае отряд заметит потерю бойца. За плечами контрактников десятки прыжков с парашютом. А вот применять такую технику в реальности доводилось не всем. Беспарашютное десантирование в режиме зависания используют в исключительных случаях. Например, если вертолету негде приземлиться, штурмовая группа высаживается на крышу здания, палубу корабля или на заминированную территорию. На чеку надо быть не только спецназу, но и экипажу вертолета. За штурвал в таких операциях пускают только асов. Трудности исключаются в особой технике пилотирования, усложненной обстановке, потому что особенно выполняется, когда десантирование штурмового способа, он выполняется в зоне огневого воздействия. И предназначен для того, чтобы оперативно высадить десант в зоне боевых действий. И, соответственно, уйти от зоны поражения. От сложного к еще более сложному. Это уже штурмовой способ десантирования. Вертолет летит со скоростью 25 км в час. Солдаты выпрыгивают на ходу, занимают удобную огневую позицию и ждут команды. Правда, сегодня приказа о наступлении на врага не будет. Здесь все свои. Дарья Масолова, Федор Левицкий, Марина Старкова и Кирилл Завьялов. Телекомпания НТВ. Московская область.